Привет, я Александра, это минута с налоговым консультантом. Давайте поговорим о том, сколько раз можно открывать и закрывать свой ФОП. То есть, попросту говоря, можно ли прекратить свой статус частного предпринимателя, потом опять его получить и так много раз. На самом деле действующее законодательство не ограничивает вас в количестве возможностей, в количестве раз получения статуса предпринимателя. Единственное, что возможно не входит в ваши планы, это невозможность получить статус платежика единого налога повторно в этом же году, если вы уже от него однажды отказались. То есть, в момент прекращения предпринимателя вы снимаетесь с упрощенной системы, ну и в целом вы снимаетесь с регистрации. Если вы передумали и, например, через несколько месяцев решили снова открыть ФОП, снова стать предпринимателем, то единый налог вы получите, к сожалению, только в следующем году. Такая норма написана в налоговом кодексе, что единый налог можно выбрать один раз в году, то есть сменить систему налогообложения. Поэтому очень частая ошибка предприниматель, который, например, сотрудничает с какой-то IT-компанией, прекращает сотрудничество, закрывает свой ФОП, то есть прекращает статус предпринимателя, например, весной, зимой у него появляется новый контракт, он открывает в декабре свой, опять возобновляет статус предпринимателя, но единый налог получить в момент регистрации уже не может. То есть в следующем году только он сможет быть платящиком единого налога. Если вы хотите эти моменты учесть, то хорошо подумайте, прежде чем закрыть предпринимателя, который, возможно, вам снова понадобится через несколько месяцев. Ну и, если честно, закрытие предпринимателя не обнуляет автоматически ваши какие-то недостатки в налогах и в учете. То есть как только вы переоткрылись, в принципе, у налоговых органов все равно есть право проверить вас, вашу деятельность, вашу правильность подсчета налогов за предыдущий период, несмотря на то, что вы закрылись. То есть автоматически не прощаются все недостатки, проверка все равно возможна. Причем сроки такой проверки достаточно могут быть растянуты во времени. Поэтому работайте правильно у нас на этом. Всего хорошего. Пока.